Друзья, всем привет! Сегодня подборка полезных советов на все случаи жизни. Погнали! Первый совет касается вот такого суперклея. Хорошая штука, но бывает не везде им удобно подлезть. Поэтому для удобства можно взять вот такую иглу от шприца, которую надеваем на наконечник клея. Игла подходит туда отлично. А теперь можем клеить там, где раньше с помощью обычного носика было подлезть не очень удобно. У всех же есть дома вот такой простой канцелярский степлер. Он, оказывается, может не только скреплять бумагу. И вот что он может. Если надо зачистить провода, то можно это делать степлером. Просто ставим провод и нажимаем несколько раз на степлер и затем стягиваем изоляцию. Такой способ не повреждает сам провод, как, например, при зачистке канцелярским ножом, у которого очень острые лезвия и кроме изоляции иногда отлетают жилки. Конечно же степлер не заменит стриппер, предназначенный специально для этого, но если такого нет под рукой, то такой способ имеет место быть. Давайте попробуем немного прокачать обычную рулетку. Для этого понадобится канцелярский зажим и карандаш. Карандаш вставляем в зажим и устанавливаем эту конструкцию на рулетку. Прямо на крепление. Теперь у нас упрощается процесс замера и одновременной разметки. Только надо учитывать расстояние от нулевой точки на рулетке до карандаша. У меня это 50 мм. Поэтому к желаемому размеру всегда надо добавить это значение. Что делать, если необходимо открутить болт, а под рукой нет подходящего ключа, есть только немного побольше. Выйти из положения можно, просто подложив пару шайб под грань болта. А у вас тоже частенько теряется трубочка от ВДшки? У меня теряется. Скотч, на котором она висит, перестает быть липким и до свидания. Поэтому я сразу после покупки делаю следующее. Беру шариковую ручку, достаю из нее стержень и приклеиваю ее к баллончику. Далее в корпус ручки помещаю трубочку. И она там лежит надежно. Ручку можно примотать скотчем к банке, тоже хорошо будет держаться. Чтобы горячий паяльник не обжигал поверхность стола, просто установите на жало-канцелярский зажим. И стол будет в безопасности. Для следующего совета возьмем шпатель, в котором сделаем отверстие с торца ручки. В отверстие забиваем биту. И теперь при шпаклевании торчащие саморезы можно подкручивать просто развернув шпатель. И не придется каждый раз отвлекаться на поиск отвертки или шуруповерта. Ну и для последнего совета на сегодня возьмем обычную кухонную губку, у которой отрываем твердую часть. Далее берем ножницы, концы которых обматываем изолентой. Это первый способ. И сразу второй. Для него сделаем в этой же губке два отверстия. И установим через них обычную стяжку. Теперь намочим губку в воде. И подходим к вот такой батарее. Продеваем губку в одну из секций и тянем вниз. Вот такая чистилка для батареи получается. Ах да, то же самое можно сделать и ножницами, зажав в них губку. Изолента не даст ножницам порезать губку и не даст поцарапать батарею. Оба способа крепления губки рабочие, так что пользуйтесь. Друзья, вот такие простые и полезные советы я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вам что-то из показанного понравилось. И если это так, то ставьте лайк и в комментариях напишите, что именно понравилось больше. Также рекомендую подписаться на канал, если еще не подписаны. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!